Подтягивания, отжимания, прыжки в длину, чулочный бег, упражнения на пресс и гибкость. Быть лучшим – девиз каждого участника фестиваля ГТО. Но главная цель – победить прежде всего самого себя. В Владивостоке на базе спорткомплекса «Динамо» прошел фестиваль ГТО. Приняли участие школьники 9-11 классов, юные спортсмены спортивных школ города и муниципальные служащие. Как отметил мэр Владивостока, спорт дает не только здоровье, он воспитывает волю и самодисциплину. Именно то, что пригодится каждому человеку в достижении целей, в профессии и любой другой сфере жизни. Секунды, достижения, пересталы – все будет в вашей жизни. Но сегодня надо на фестивале получить удовольствие, ну и, конечно, посоревноваться, но неизменно с улыбкой. Это в удовольствие должно быть. Мы постарались сделать так, чтобы в этом году у нас объектов спортивных, особенно те, которые касаются лично вас, их было много. Упражнения определяют уровень развития физических качеств человека, выносливости, силы, гибкости и его скоростных возможностей. Все участники фестиваля получили памятные подарки, а победители в своих категориях – кубки и призы. Но ГТО – это не просто получение знака отличия, это в первую очередь совершенствование самого себя, своего внутреннего «я». Подготавливая себя к выполнению нормативов испытаний комплекса, вы оттачиваете свою координацию, становитесь более целеустремленным, морально и физически закаленным. Отметим, в Владивостоке продолжается марафон ГТО, во время которого люди всех возрастов могут сдать нормы и даже поучаствовать в розыгрыше призов. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.